Империал Шибер Ли Догу! Хочем ветер нас до старт! Ваши бурные аплодисменты! Империал Мастер Ли Догу! Здравствуйте! Ваши бурные аплодисменты! Империал Мастер Ли Догу! Вас приветствует мужчина с богатым прошлым! Империал Мастер Ли Догу! Я искренне приветствую вас на этом мероприятии! Особенно хочу поздравить всех успешных людей, которых сегодня награждались новыми рангами! Как вы помните, в прошлом году я впервые посетил Казахстан, у меня остались очень хорошие впечатления, и вот спустя чуть меньше года я вновь у вас здесь! Только в этом году я уже посетил семь стран, и вот Казахстан является седьмой страной, которую я посетил в этом году! Казахстан, если посмотреть мой состав моих участников, относится к топовым странам, и если посмотреть, то это та страна, которая занимает очень большой вес в моем товарообороте также. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Казахстан 20,000,000 회원 중에 14,000,000 회원. Среди 260,000 участников Казахстана только 140,000 человек – это мои партнеры. АПЛОДИСМЕНТЫ Казахстан – это очень молодая страна, и глядя на вас, я очень рад, что мои партнеры такие молодые, красивые, перспективные люди. Казахстан В 1991 году моя сестра, которая жила в Америке, отправила мне письмо и каталог и сказала, что какая-то одна американская компания A, будем называть, заходит на корейский рынок и ты должен полностью посвятить себя этой компании, потому что там будет твой успех. В этом письме было написано, что ты будешь открывать эксклюзивное представительство, и тебе нужно будет создать шесть групп. 30 лет назад в Корее американские продукты, то есть товары американского производства были очень популярны. Представьте, что я мог стать эксклюзивным дистрибьютором компании, где было около 400 продукций. И я полностью отказался от своих дел и ждал только открытия этой компании в Корее. Как вы думаете, вот наступил день открытия, какие у меня были чувства? Я сразу зарегистрировался. Как вы думаете, я разочаровался в этом? Нет. В этой компании тоже говорили, что они продают продукты повседневного спроса. И я подумал, что если только я поменяю источник покупки этого товара, то все могут стать успешными. И меня очень зацепило это. Но прошло девять лет, и я ничего не добился в этой компании. На тот момент для Кореи, для уровня жизни корейского народа это был очень дорогой продукт. И там нужно было строить очень много веток. Несмотря на то, что это была всемирная, известная, мировая компания, для меня эта компания не подходила. После этого вдруг получается, что открывается новая какая-то компания под названием H. Если в компании A нужно было строить постоянно много веток, то в компании H нужно было построить всего семь веток. Как вы думаете, мне надо было идти в эту компанию или не надо было идти? Не надо было идти. Почему? Где много, а всего здесь семь. Надо идти. Всего семь веток. Я пошел в ту компанию. Как вы думаете, у меня получилось или не получилось? Хорошо получилось. Потому что за два года я все эти семь веток построил. Но как только настал третий год моей работы, компания резко начала поднимать цены. 66 миллионов, 88 миллионов, 108 миллионов, 129 миллионов. Та продукция, которая стоила 600 долларов, она стала стоить 800 долларов, 1200 долларов. И изменился маркетинг-план. Для того, чтобы получить вознаграждение, нужно было поставить еще 500 долларов, чтобы снять вознаграждение. Как вы думаете, что стало со мной? Через 6 лет у меня получилось, я оказался на дне. После этого, как подарок с неба, ко мне пришел бинарный маркетинг. Если в компании A или H, в течение нескольких десятков лет, если мы усердно строим ветки, то можно было заработать деньги. Но в этой новой компании, где всего было две ветки, здесь можно было заработать большие деньги, около 100 тысяч долларов. И всего нужно было построить две ветки. Как вы думаете, я понял или не понял? За один год я это понял. В 90-х годах очень модно было бинарный маркетинг. Я сказал себе, как это круто, всего две ветки. Я сказал, все, конец моим учениям, начало моей счастливой жизни. Итак, я перешел в компанию N. Как вы думаете, у меня там получилось или не получилось? Нет, опять не получилось. Потому что регистрационные взносы составляли 2000 долларов. И если в месяц я не покупаю на 200 долларов, то там тоже не светят вознаграждения. Представьте, регистрационные взносы 2000 долларов. Как можно работать в такой компании? За шесть месяцев я не зарегистрировал ни одного человека. И в это время мне вдруг кто-то говорит о компании S. Там сказали, всего 900 долларов регистрационный взнос. И на 180 долларов надо каждый месяц покупать продукцию. Все, я опять перешел в компанию S. Как вы думаете, у меня там получилось или не получилось? А где-то как-то идти? Ну так, потихоньку получалось. Но прошел год, и за спиной я слышу, как мои партнеры плачут. Как вы думаете, откуда я эти слова слышал? Партнеры мои плакали. Еще одна компания была у меня. Ю под названием. Я тогда нанял переводчика и поехал специально в Америку для того, чтобы участвовать в семинарах этой компании. И я тогда по очереди посетил компанию, где я уже работал и где я собираюсь работать. И я выбрал компанию U, новую для себя компанию, и в Корее заново начал бизнес. Я работал работой, в конце концов у меня арестовали мой расчетный счет. Я не мог оплачивать страхование, и на мой счет наложили арест. И на тот момент мы уже, и я, и моя супруга были не кредитоспособными. Я лишился своего дома, и на тот момент я жил в теплице. А, уже 17 лет. И на тот момент, этими всеми сетевыми компаниями я уже занимался 17 лет. Поэтому я決定. Тогда я принял такое решение. Идогу, ты, 절대로, нетверк маркетинг으로 성공할 수 없어! Я сделал вывод, что лидогу в сетевом бизнесе никогда не сможет стать успешным. Идогу, я оставил этот бизнес. И устроился на работу. Чизик을 하고, 진짜 열심히 일했어요. Я устроился на работу, и действительно очень усердно работал. Прошло где-то 3 месяца, и мой начальник, Пак Тунг Чоль, вызывает меня в свой кабинет. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Опен до доа. Заходи. Так 들어가니까, в 화장품е, 한 сет. Как только я зашел в его кабинет, на столе я увидел один сет косметики. Я испугался. Я сразу подумал, что он занялся сетевым бизнесом. И он начал мне рассказывать про компанию Атоми. Как вы думаете, я его слушал или нет? Андероса Коковна. Я начал сердиться. Вы что, не знаете мою историю? Я не буду больше никогда этим заниматься. Но подумал, если я сейчас просто развернусь и уйду, он меня уволит. Я взял этот набор косметики и вышел. И своей дочери, когда я вернулся домой, своей дочери потихоньку дал. Я сказал, маме не говори, сама пользуйся. Но моя дочь начала кричать и говорит, ты опять начал? Что сегодня? Что на этот раз? Ты еще несколько месяцев даже не работаешь на этой работе. Ты опять начал? Она ругалась очень сильно. Я сказал, нет, 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 что ты, нет, нет. И где-то месяц прошел. Моя дочь меня вызывает. Дочь мне говорит, пап, мне кажется, в этот раз настоящая компания. Попробуй. Она говорит, я взяла заказ на три набора. Я сказал, что это? Мои однокурсницы сказали, что у тебя кожа лучше стала. Чем ты пользуешься? Я им просто разрекламировала. И я сказала, мой папа теперь это продает. И она говорит, я взяла заказ на три набора. Я ее поругал. Я тебе сказал, я больше не буду заниматься этим бизнесом. Я хочу, чтобы ты хорошо училась и на стипендию училась. Но каждый раз, когда я заходила домой, она требовала от меня этот набор. И я сказала, ну хорошо, я тебе три набора принесу, но обещай мне, что больше ты никаких заказов принимать не будешь. И как только я вот эти три сета для нее заказывал, я начал понимать об этом бизнесе. У меня было одно желание, на протяжении 17 лет, когда я потерпел крах в пяти сетевых компаниях, у меня было одно желание. Я сказал, что если бы была крутая компания, которая бы продавала крутую продукцию по доступным дешевым ценам, был бы успех. И я говорил, была бы компания, где бы не было регистрационных взносов и вступительного пакета, был бы успех. Но такая компания появилась. Я трясся. Голова мне говорит, не делай этого, не начинай. Ты же уже 17 лет прогорел и стал некредитноспособным. Не делай этого. Не делай. Не делай. А душа говорит, узнай, узнай, узнай. Не делай, узнай. Итак, не делай, узнай, не делай, узнай. Кто победил? Араба. И поэтому, как и вы сегодня, я посетила Академию Успеха. Я пришел на семинар, а председатель Пак Хангиль очень красиво говорил. Мне кажется, я посмотрела и думала, что, наверное, он поднимет тоже цены, как в других компаниях. И мне казалось, что он даже и введет регистрационные взносы. Я просто ушел из этого зала. И тот человек, который меня привел на этот семинар, я попросил его меня обратно отвезти домой. Как вы думаете? Он говорит, почему? Я думаю, что Пак Хангиль, он мошенник. Я не буду этим делом заниматься. Но он сказал, хорошо, я тебя отвезу, но после окончания семинара. Но тогда семинары два дня длились. Я был некредитоспособным, у меня не было денег, чтобы вернуться домой. Поэтому мне не оставалось делать, как ждать окончания этого семинара на следующий день. Но на следующий день с утра лекция была о восьми шагах к успеху, о системе. И я очень сильно удивился. Это было 8-часовая лекция. Но за 50 минут он четко определил основные тезисы и рассказал о восьми шагах к успеху. Это была настоящая профессиональная лекция сетевого бизнеса. А, в Киеве в Киеве в Киеве и тогда что я подумал? А, это мошенник сетевом бизнесе. Я вообще собирался сразу уйти, но что-то меня останавливало. И во время перерыва я подошел к председателю и сказал, чем вы занимались до этого? И он что-то там такое много-много говорил, с чем он занимался до этого. Я не знал ни одну из компаний, которую он назвал там. Но последнее, что он сказал, заставило меня дрожать. И он сказал, вот поэтому сейчас я не кредитоспособный. У меня как будто меня электрическим током прошибло. И я в этот момент принимаю решение. Все, последний раз, последний раз опять начну. Как вы думаете, почему меня трясло от того, что я услышала, что Пак Хангиль тоже был неплатежеспособным? Как вы думаете, человек, который организовывает крутую компанию, собирает множество людей, как он на сцене, перед всеми может сказать, что он не кредитоспособный? Или как вы думаете, из-за того, что я тоже был таким же неплатежеспособным, мне понравился Пак Хангиль? Почему? Я на двух вещах сделал свои выводы. Поднимет ли этот человек цены на продукцию или нет? Сделает ли он регистрационный взносы или нет? Но я от него услышал ответ на свои вопросы. На самом деле история сетевого бизнеса уже насчитывается больше 65 лет. 지금 이 순간까지도 가입비, 월간 유지가 없는 회사는 한 군데도 없어요. И на сегодняшний день нет ни одной компании, сетевого бизнеса, где бы ни было регистрационных взносов и вступительных пакетов. 아니, 한 군데 있네요. 어디요? Есть одна компания. Где это? 어디? Где? Атоме. Атоме. Поэтому я получил большую уверенность. Я получил уверенность от того, что человек, который являлся неплатежеспособным, мог сделать компанию, в которой нет регистрационных взносов и вступительного пакета. 하지만 그때는 Атом이가 물건이 두 가지밖에 없었어요. На тот момент в Атоме было всего две продукции. 페им하고 хемохим. Это фейм и химохим. 또 홈페이지가 없었어요. И не было 웹사이트. 또 사무실도 있었지만 간пан도 없어. Да, был маленький офис, но не было вывески. 본사가 보니까 진짜 A4 용지로 딱 써붙였더라고요. Атом이 본사. на двери головного офиса на листе бумаги было написано головной офис Атом이. Когда шел дождь, ставили ведра, чтобы собирать воду, которая лилась с потолка. 하지만 그게 문제가 됐을까요? Как вы думаете, но это была проблема для нас? 저는 제품이 좋고 사고, 가입이 월간 유효 없다면 무조건 성공한다는 확신이 있었어요. Я был уверен, что если будет продукция хорошего качества по доступным дешевым ценам и не будет регистрационных взносов из вступительного пакета, в этой компании 100% можно добиться успеха. И в этот день я написал заявление об уходе с работы и опять заново начал заниматься сетевым бизнесом. Я стал кричать, это настоящая компания! Еще раз попробую! Но никто мне не верил уже. Я читал лекции, они все говорят, а, да, такая хорошая продукция, а, дешевая, да? А, нет регистрационных взносов? 진짜? Действительно нет. Спрашивают, ну, давай тогда веб-сайт скажи, где посмотреть об этой компании? Веб-сайта нету. И начинают кричать, ругаться со мной. Я и так занят. Зачем ты меня вырвал с работы и теперь занимаешься всякой ерундой? Ниа 5-бом одни, бичокуна! Ты 5 лет уже, в 5-ти компаниях прогорел, ты, наверное, сошел с ума. в свой головной офис первого человека, партнера, которого я повез с собой, это была моя сестренка. Так, когда она пришла в этот головной офис, она повернулась, мне сказала, с сегодняшнего дня заканчивай это дело. Это что, компания? Но я сказала, все равно я буду заниматься этим бизнесом. Она что начала делать? Она начала собирать заявления, подписи на заявление, чтобы поместить меня в психбольницу. и поэтому она перестала с этого дня интересоваться. И после этого, после того, как у меня был горький опыт с моей сестренкой, больше никого в головной офис я не водил. И империал Ким Йон Сук, и империал Ким Гуан Ёль, этих империалов я не водил в головной офис. Но для меня это не было важным. И я поехал в провинцию, не стал работать в Сеуле. Я поехал на остров Чейджут. И я сказал, все, мне не нужно тех людей, которые меня знают, я уехал туда, где меня не знают. им не важно было, там есть веб-сайт или нет веб-сайта. Они даже не знают, что это такое, поэтому с ними было легче. Как вы думаете, у меня получилось или нет? Очень хорошо получилось. потому что продукция хорошая, доступная, у меня очень много появилось покупателей на эту продукцию. И так как нет регистрационных взносов, мой мембошип рос со дня на день. Я за один год стал стармастером. за 17 лет я мечтал получить 10 тысяч долларов в месяц. Я мечтал об этом. и после 17 лет моего краха я первые 10 тысяч долларов получил в компании «Атоме». Если сейчас вспомнить, тогда это были самые теплые времена в «Атоме». Я очень был впечатлен этим. И немножко мне было страшно. А вдруг, так как компания «Эйч» это компания поднимет цены. А вдруг она сделает регистрационные взносы, вступительные пакеты, месячные закупы. Да, мне было страшно, но я очень усердно работал. Через два года я стал роялмастером. И уже зарабатывал 20 тысяч долларов в месяц. 10 лет назад я империалмастером. Через немного я стал краунмастером, за 10 лет я стал империалмастером. Как вы думаете, я стал успешным благодаря своим способностям? Как вы думаете, тот человек, который 17 лет прогорел в пяти сетевых компаниях, это способный человек или это неспособный человек? Мотнен человек, это был никто. Как вы думаете, это был никто или совсем никто? Ти тири понану. Окей, тири понану. Я, как вы думаете, я изменился, придя в атоме? Нет. Я изменил свой результат, потому что я встретился с атоми. Атоми сделала меня успешной. Я 17 лет прогорел в пяти компаниях и всегда говорил компании, снизьте цены и у вас будет успех. Но не было ни одной компании, которая бы прислушивалась к этим. Я говорил, уберите эти регистрационные взносы. Сделайте меньше месячные закупы. И ни одна компания не слушала меня. А атоми, я еще не успела начать, уже здесь был такой подготовленный крутой план. Мы ничего больше не можем здесь изменить. Нам нужно просто открывать рот. Что нам нужно делать? Три, пробуй, узнай, действуй. Только три слова нужно говорить. Понятно? Если вы будете эти три слова каждый день говорить, вы обязательно будете зарабатывать 100 тысяч долларов в месяц. Окей? Окей? Поприветствуйте и поздравьте соседнего, ближе сидящего человека. Поздравляю тебя, что ты зарабатываешь 100 тысяч долларов в месяц. Итак, сегодня после окончания семинара, завтрашнего дня, с каждым человеком, с которым вы будете встречаться, говорите только одно. Я сделаю так, чтобы ты зарабатывал 100 тысяч долларов в месяц. Иди за мной! Окей? 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 Посмотрите в глаза, ближе сидящего человека, и скажите, Иди за мной! Я сделаю так, что ты будешь зарабатывать 100 тысяч долларов в месяц. И вас спросят, так это ли? Действительно ли так? И то, что сегодня вы слышите, почему именно будет именно так? И почему будет чудом, если вы этого не достигнете? Вы расскажите им об этом. Так, если вы будете зарабатывать в месяц 100 тысяч долларов в месяц, как вы думаете, это хорошо, что вы пришлись на сегодняшний семинар? Хорошо? Хорошо? Акка, Роял Мастер, до этого выступления, сказала, что мы должны радостно вести свой бизнес. Загубиться, 상상을 하는 거예요. Теперь давайте представим. Представим, что каждый месяц на вашем счету отображается сумма 100 тысяч долларов. Семья? Ха-ха-ха, 웃음이 나와요. Почему вы такие серьезные? Вы должны смеяться от этого представления. Ха-ха-ха, 웃음이 나죠. Я сейчас скажу, раз, два, три, и вы представите, что вы уже зарабатываете эти деньги, и, как вот он сказал, посмейтесь. Окей? Окей? One, two, three. One, two, three. Окей? Так, мы говорим, попробуй. Нет, нет, нет. Вы должны плакать от того, что вам отказывают. Ха-ха-ха, 웃으라고요. Вы должны смеяться тогда такому человеку. Потому что это его жалко надо. Но его надо пожалеть. Попробуй. Нет, нет, нет. Опять будете плакать? Посмейтесь ему в лицо. Тогда у вас все будет хорошо. Понятно? Если я сейчас задам вопрос, пожалуйста, отвечайте громко. А, 우리 회장님께서 항상 말씀하시기를, 뭔 일을 시작하려면, 왜 하는지를 정확히 알아야 됐나? Наш председатель всегда говорит, прежде чем начать что-то, вы должны знать, что вы хотите начать. Для того, чтобы земледельцу посадить что-то, что он в первую очередь должен сделать. Что он будет сажать. И что он будет получать. Он будет картошку сажать или рис сажать. Второе, о чем мы должны еще принять решение. Ольмару 거둡, В каком объеме вы хотите собрать урожай? Окей? Атоми-то 역시 내가 뭐를 거둡, который 결정하고 시작해야 된다. Поэтому в атоме тоже вы должны начинать с вопроса, сколько вы хотите собрать урожай? Я вас прошу, и вы должны громко мне ответить. Вы хотите дополнительный доход? Вы хотите свой собственный бизнес? Вы хотите экономическую свободу? Вы хотите новых друзей? Вы хотите помогать нуждающимся? Вы хотите свободу во времени? Вы хотите уйти в отставку? Не работать всю жизнь? Вы хотите оставить большое наследство своим детям? Окей? Окей? Все эти восемь пунктов возможны вместе с атоми. Это все, что мы это называем? Это сбалансированная жизнь. Иными словами, это богатые деньгами, богатый временем, богатые друзьями. У нас у каждого должна быть мечта. Но если мечта останется только мечтой, насколько это будет печально? У меня реально была мечта, и для того, чтобы реализовать эту мечту, 17 лет я прогорел в пяти сетевых компаниях. Почему в атоме будет чудом, если вы не станете успешным? Поэтому сегодня вы должны знать эти две вещи и должны запомнить это на всю жизнь. Вы должны постоянно об этом говорить, о причинах безупречного успеха. Вы не должны просто думать об этом. Вы должны говорить. А셨죠? Понятно? Первое. Когда впервые я познакомился с первой своей сетевой компанией A, тогда для меня было очень важно одно, что если только я поменяю корзинку магазина, то я смогу стать успешным. 9 лет я работала в этой компании, но я не добился успеха. Почему? Без денег, потому что компания говорила, ты можешь здесь заработать, но почему ты должен зарабатывать, эта компания не учила. Продукция была настолько дорога, да, продукция была дорогая, и если покупали дорогую продукцию и из этих денег выплачивали вам вознаграждение, как вы думаете, это разве заработок? У нас очень простой бизнес. У нас очень простой бизнес. Наш бизнес достаточно поменять привычку покупки, и тогда мы станем успешным. Как только вы регистрируетесь с компанией Атоми, это означает, что вы открываете свой собственный супермаркет. Да, 여러분 모두가 супер를 차렸는데, 남의 супер에서 물건 사는 사람이 있을까요? Итак, сегодня вы зарегистрировались и открыли свой супермаркет, а вы ходите и покупаете продукцию в чужом супермаркете. Это нормально? Есть или нет? Нормально? Нет, это ненормально. Но почему ходят в другой супермаркет? Потому что продукция очень дорогая, и поэтому люди уходят в другой магазин. Но если в моем супермаркете хорошая продукция по дешевым доступным ценам, есть ли причина идти в другой супермаркет и покупать продукцию? Есть или нет? 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 Поэтому что мы должны делать? Просто, просто пользоваться в своем магазине. Если продукция хорошего качества по доступным ценам, что мы получаем? Мы получаем вторичные добровольные покупки. Что мы получаем? что мы получаем вторичные добровольные покупки. что мы получаем вторичные добровольные покупки. И вот эти, именно несколько слов, являются причиной безусловного успеха в нашем бизнесе. Как бы ни была хорошая система, как бы ни был хороший маркетинг план, если у нас будет дорогая продукция, то мы не сможем все стать успешными. что мы получаем вторичные добровольные покупки. Как бы ни было не узнаем? Как бы ни было не узнаем? 17 лет назад, 5 раз. Я это узнал после 17 лет крака в пяти сетевых компаниях. Я, у меня не очень умная голова. Окей? 통역을 잘 못, я не знаю, я почему-то не 웃аю. Ин정을 못, я не знаю. 통역 잘 못 하고 있죠? Она плохо переводит, да? Нет. 자, 자발적인 재кумированные люди с сетевыми компаниями. В нашем бизнесе, те люди, которые повторяют, которые постоянно покупают продукцию у себя, они становятся дистрибьютерами. 진짜가요? Правда же? 어떻게 알아요? Откуда вы знаете? 어떻게 알아요? Откуда вы знаете? А, это мы 성공자들의 성공 спичи, как мы видим, это почти同じ. Если вы послушаете выступления успешных людей в атоме, они говорят об одном и том же. 나는 절대로 атоме 안 하려고 그랬는데. Все говорят вначале, я вообще никогда не хотел заниматься этим бизнесом. 치약을 써봤다, имбоми 너무 좋아서, сап을 시작했다. Но почистил зубы и сказал, какая крутая продукция. 내가 피부가 아주 안 좋았는데, о, 피부가 너무 좋아져서, атом을 시작했다. у меня была плохая кожа, я помазался кремом, и у меня стала хорошая кожа, поэтому я стал заниматься бизнесоматами. 내가 진짜 건강이 안 좋았는데, хэмоэ 먹고 건강해져서, сап을 시작했다. я постоянно болел, я выпил хима-хим, мне стало лучше, поэтому я стал заниматься бизнесоматами. у меня было облысение, я что-то там брызгал, мыл голову чем-то, у меня появились волосы, поэтому я стал заниматься бизнесоматами. почти нет людей, которые сказали, как мне понравился маркетинг план, и я стал заниматься этим бизнесом. 결국은, Atom은 제품이 사업자를 만드는 것. 그러니까 성공하면 어떻게 해야 돼요? 어떻게 해야 돼요? 눈만 мажут, «С어봐! С어봐! С어봐! С어봐!» 하면 되는 거예요. с каждым, с кем вы глазами встретились, пользуйся, 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 надо говорить. окей? 자, 포인트를 올려서, 수당을 타려는 게 아니라, 써보고, 사업자가 되라고, 계속 얘기하는 거예요. мы не должны заостряться на то, чтобы продавать, поднимать поинты и зарабатывать. мы должны делать под собой покупателей, которые потом будут превращаться в дистрибьютеры. 여러분, если, например, если, например, в вашем магазине, вы пошли в другой магазин, купили продукцию, вам кто-нибудь с этого магазина звонит и спрашивает, интересуется, как вам наша продукция? 없잖아요. нету. 우리는 잘 썼냐고 전하는 사람. а мы звоним своим партнерам и спрашиваем, ну как ты, как тебе продукция? вышла новинка, опять позвонили, сказали, у нас новинка. почему мы постоянно звоним, постоянно находимся на связи со своими клиентами? для того, чтобы они полюбили продукцию и стали дистрибьютерами компании. Атоми уже 15 лет существует. За 15 лет цены подняли, подняла компания или нет? подняла или нет? не подняла. 그러니까 성공 못 한번 시작해. 자, 우리 한국의 공정거래위원이라는 아주, 어마어마한 힘을 가진 정부 기관이 있습니다. организация государственная, которая называется Комитет по справедливой торговле. 여러분 핸드폰 가지고 계시죠? у вас у каждого есть сотовый телефон. вы знаете, какая себестоимость продукции у этого телефона? 알아요? У 든 자, 자동차 차고 계시죠? у вас есть автомобиль у каждого. 제조 원ка 아세요? вы знаете себестоимость автомобиля? 모르시죠? не знаете. 기업 비밀 потому что это тайна корпорации 정부가 공개 하면 안 돼요. 한국 에는 5억 이란 돈을 내고 허가 받은 다당 회사가 130 개 있습니다. Корея есть 130 компаний которые взяли разрешение на сетевую деятельность. Но большинство сетевых компаний они нечистую деятельность ведут и обманывают народ. нехорошую продукцию они рекламируют как хорошую и продают ее в несколько крат дороже. И поэтому государственный комитет заставляет публиковать себестоимость продукции всех сетевых компаний народу. Но для нас это очень хорошо стало. потому что мы можем сравнить нашу себестоимость продукции с другими компаниями. Но есть очень удивительный результат. Себестоимость продукции компании Атоми составляет 47,2% от стоимости товара. 50,2% почти 50,2% это себестоимость продукции. Ни в одной стране мира, ни в одной компании нету такого, чтобы себестоимость продукции составляла 47%. А 37,8% очень высокий И у компании А 37,7% тоже очень высокий показатель. Но и тем не менее разница с этой компанией 10%. на самом деле для товаров повседневного спроса даже 1% разница это большая разница. Компания N это в мировом рейтинге третье место. Там тоже хорошие показатели 35%. H компания номер 2 в мире их себестоимость продукции составляет 15%. Теперь вы должны понимать насколько хороша наша продукция глядя на эти данные. Вы гордитесь этим? Не так предлагайте попробуй. Попробуй! кричите все с гордостью говорите об этом. Не будешь пользоваться только тебе хуже. Если будут отказывать что я вам сказал делать? Опять идите. Опять будет говорить нет нет что нужно сказать? До каких пор надо ходить? Пока не купит. Так надо делать. продвижение 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 и потом сам решай заниматься тебе или нет. Как Ройль Мастер сказал действительно я вместе 성공 с счастливом с с счастливом с счастливом и как уже говорили предыдущие ораторы бизнес нужно вести с любовью. Пожалуйста я хочу сделать тебя успешным. Пожалуйста узнай об этой компании. ОК? 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 자 두 번째로 второе 진짜 이것은 여러분이 진짜 떨어야 돼요. вот второе условие безусловного успеха вы действительно должны дрожать от этого. 저는 전 세계 우리 애터미 회원들을 볼 때마다 진짜 가슴 아픈 게 있어요. 왜냐하면 이 대목 에서 감동이 없다는 거예요. 만약 홈페이지도 없을 때 이것만 지켜진다면 성공 못 기적 이라는 확신 있었어요. даже в то время когда я начал бизнес не было веб сайта для меня было это условие очень важным. Если это условие будет сохраняться то это будет безусловным успехом. Я был уверен в этом. 이 회사가 앞으로 5년 10년 20년 가입 월 간 없는 걸 끝까지 지킬 거냐 안 그것만 궁금 했어요. Для меня был единственный вопрос изменит ли маркетинг план компании то включит ведут ли регистрационные взносы иступительный пакет или нет меня интересовал только этот вопрос 이것만 지켜 진다면 물건 2가지 없고 компания гарантирует что она эти условия никогда не изменит для меня не было важно есть ли офис у компании есть ли вывеска у компании или нет меня трясло от того что этих условий эти условия придумал человек который сейчас не платежеспособны для меня это было очень сильным показателем начало деятельность эта компания с нуля практически ничего не было и денег не было и сейчас она занимает топ 5 5 место среди сетевых компаний в мире 26 сейчас официально открытые компании филиалы компании в 26 странах мира и сейчас этот бизнес работает уже в более 50 странах мира это компания с абсолютным успехом которая имеет товарооборот 2 миллиарда долларов США в год если посмотреть уровень кредитования этой компании это 3 A плюс нету ни одной компании в мире которая бы имела такой высокий рейтинг по кредитованию и по закону Кореи если кто-то умирает то свой код владелец кода может передать свой код в наследство это написано в законе Кореи 2017 Малайзия Гопун в 2017 Малайзии 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 в 2017 Малайзии в 2017 году когда открыли Атоми в Малайзии Пак Хангиль официально сказал что этот закон будет действовать не только для Кореи что все участники компании Атоми смогут передавать свой код наследства до третьего поколения во всем мире но если компания разорится что тогда будет конец так же но компания уже стала успешной до такого что эта компания не сможет разориться какая компания может сто лет платить вознаграждение сейчас даже компания если даже не захочет этого делать или вы не захотите заниматься этим бизнесом компания все равно будет действовать по своим принципам другой вопрос почему не выходят другие конкуренты не могут создать такую компанию Атоми 2 Атоми 3 потому что ни одна компания не сможет скопировать условия отсутствия регистрационных взносов и вступительных пакетов для того чтобы повесить настоящую вывеску на дверях компании нам потребовалось 5 лет и в первый год зарегистрировали всего тысячу человек закрыли даже офис потому что нечем было платить почему потому что не было регистрационных взносов я пришел в компанию спустя 3 года после того как компанию организация создавали и мой регистрационный номер был 5 тысячный начинался это означает что не 5 тысяч постоянных пользователей а регистрационный номер был 5 тысяч поэтому в компании не было денег не было денег чтобы сделать каталог веб-сайт вот вот этот сложный период пакхангиль выдержал и поэтому никто ни один человек не сможет это сдуплицировать и выдержать так как выдержал это пакхангиль поэтому поэтому наш председатель говорил кто будет плакать и говорит что ему трудно парвите ему рот возьмите за руки близ сидящего человека и потрясите вместе наш бизнес это бизнес который передает наши эмоции 1 2 3 когда я встретился с компанией L которая имела бинарный маркетинг я действительно тоже получил очень большие впечатления я сказал вау две ветки с бесконечными уровнями бесконечными начислениями да я здесь на одной ноге стану успешным но не стал успешным если есть регистрационные взносы то условия о том что бесконечный уровень бесконечные начисления это мошенничество потому что вы должны прийти и требовать с них регистрационный взнос если где-то вы услышите что это бесконечные уровни бесконечные начисления и есть регистрационные взносы то это обман помните об этом а если нету регистрационных взносов и бесконечные уровни бесконечные начисления вы можете понять что это правда окей так так вы скажите соседнему близ сидящему человеку иди иди за мной ты будешь зарабатывать 100 тысяч долларов в месяц я не могу продавать продукцию я не умею говорить у меня денег нет я только три класса образования у меня нет опыта сетевом у меня нет друзей нету ни одного знакомого я вообще ничем не пользуюсь я не могу этим заниматься что нужно сказать ну вы смеетесь да ха-ха-ха ну что вы должны ему сказать он вам будет говорить я у меня опыта в сетевом нет я не умею говорить я не умею продавать у меня образование маленькое я вообще ничего не могу делать не хочу ничего делать что вы ему должны сказать собора собака собака так запомните поэтому вы должны сказать поэтому ты должен этим бизнесом заниматься потому что другим ты точно ничем не сможешь заниматься окей потому потому что он не умеет продавать никакой проблемы для нашего бизнеса нет потому что у нас бесконечные уровни не придет человек который будет хорошо продавать под него не умеет говорить читать лекции тоже нет проблем есть придет человек который всю жизнь мечтал читать лекции со сцены и он решил заниматься атоми нет денег и не кредитоспособны тоже никаких проблем нет под вас придет богатый человек который может этим пользоваться плохой характер тоже проблем нет ангел придет под вас нет опыта в сети тоже проблем нет лидогу несколько лидогу придет к вам маленькое образование то есть нет высшего образования тоже проблем нет можете ни слова говорить по-английски в Корее пять краун мастеров которые закончили только три класса из них четыре краун мастера это мои партнеры под этих женщин пришли доктора наук и они стали краун мастерами окей маркетинг сетевой маркетинг это построение сетей мы должны просто знать что продукция хорошая и доступные цены если вы составляете ваш ваша способность составляет только один процент если вас будет сто то вы заполните эти сто процентов поэтому если вы не сможете зарабатывать сто тысяч долларов в месяц это будет чудом понятно каждый день сегодняшнего дня говорите пробуй узнай действуй тогда вы все станете успешными сейчас я показываю свое лицо это мой мембошип на сегодняшний день я вам сейчас покажу как ничтожество никто 17 лет который прогорел в пяти сетевых компаниях стал таким корея первая корея всего в кореи зарегистрировали сейчас 3 миллиона человек и из них 1 миллион 800 это мои партнеры индонезия 115 миллион 100 тайвань 750 тысяч человек россия посмотрите какой уровень там казахстан 15 тысяч человек мне надо чаще приезжать сюда если вы будете хорошо работать даже если вы будете не приезжай я все равно приеду окей окей камбоджа 150 тысяч человек камбоджа очень маленький уровень развития и очень низкая заработная плата и тем не менее камбоджа занимает 15 место в рейтинге атоми казахстан казахстан на пятом месте оказывается как круто малайзия малайзия 140 тысяч как как думаете такой неспособный простой человек как лиду как он смог создать такую крутую сеть маркетинг тем менее поточнее плохо переводит сегодня нет регистрационных взносов окей что-то вы плохо отвечаете почему кайпи кайпи да из-за того что нет регистрационных взносов это компания единственная компания в мире где есть такое условие нету у нас месячных пакетов вы сделаете чудо если вы не станете успешным в такой компании вы хотите сделать такое чудо а теперь я вам покажу мой дневной товарооборот это 27 апреля левая сторона опять 500 миллионов пиви правая миллиард 400 это я вам показываю товарооборот в месяц или в день один день так как так как у нас нет регистрационных взносов по бесконечным уровням и накоплениям доходит по всему миру и порождает такой результат как как вы думаете я это когда смотрю у меня хорошее настроение нет нет нехорошее настроение потому что в этой компании только 50 миллионов поинтов признается из этих всех поинтов мне только слева и справа только 100 миллионов поинтов компания признает у меня же будет еще больше рост у меня живот болит я поэтому колоноскопию часто делаю гастроскопию это нехорошее нехорошее надо поменять да этот маркетинг план но 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 нехорошее нехорошее вот кто сегодня сейчас нет сказал через 5 лет вы очень будете сожалеть об этом надо было его поддержать чтобы поменять маркетинг план для меня вначале когда начало бизнес наличие верхнего предела для меня это было очень круто а сейчас я не люблю это условие посмотрите сколько у меня мастеров подо мной я 4 года подряд я поддерживал ранг роял мастера кроун 185 мастера 185 раз я поддерживаю ранг краун мастера 2017 2017 кроун мастера до 2017 мастера в 2017 году в первый раз я стал краун мастером и не было ни одного раза чтобы я этот ранг не поддержал до сегодняшнего дня в месяц я зарабатываю 30 тысяч долларов в месяц я зарабатываю сейчас притчина по которой я показываю свой доход это то что вы тоже будете так зарабатывать почему вы сможете потому что тот человек который был никем который стал неплатежеспособным и оказался жить в теплице достиг этого результата почему так получилось потому что продукция хорошая доступная появляются вторичные покупки покупатель становится автоматически дистрибьютером и вы получаете такой результат отсутствие регистрационных взносов иступительного пакета дают возможность по маркетинг плану опускаться до бесконечности и согласно этого условия под вас придет человек лучше вас который будет заниматься бизнесом лучше вас и вы становитесь успешным в этом бизнесе вы понимаете понимаете окей 결론 Псюша говорит, если вы сойдете из ума, вы достигнете результата. Если вы не сойдете из ума, вы не достигнете результата. Митчисто, митчисто. Давайте еще как сумасшедше посмеемся. Да, один, два, три, раз, 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 раз! И теперь я постараюсь вкратце сказать, как это сделать. Итак, сетевому бизнесу уже 65 лет. Амвей, Ньюскингер, Балаф, везде есть успешные люди. И они также поддерживаются цели, жизнь сбалансированной жизнью. Атоми тоже 65 лет назад, везде есть успешные люди сбалансированной жизнью. Как вы думаете, такой простой человек, как я, сможет сделать систему? Нет. Поэтому нам нужно просто следовать готовой системе. Что такое система? Система означает путь, по которому уже прошелся успешный человек. И есть в этой системе только две вещи. Вы все знаете об этом. Это 8-шагов к успеху. 8-куар. И 8-куар. 8-шагов к успеху означает порядок, как нужно делать этот бизнес. В самом начале, с чего нужно начинать, это как земледелец. Что я посажу, и сколько я хочу получить. Вы установили цель, и вам нужно принять решение, что вы будете достигать этой цели. Нужно составить список. Позвонить. Встретиться. Спросить, что ты делаешь? Что вы должны спрашивать, когда вы встретитесь? Что я вам сказал спросить? Я сказал, ты хочешь зарабатывать 100 тысяч долларов в месяц? Иди за мной. Это маркетинг план. Окей? Окей? В 8-шагов к успеху, что, какую ошибку мы все совершаем? То, что мы хотим очень правильно и хорошо это сделать. Мне звонят многие партнеры. И спрашивают, что нужно сделать? Что нужно сделать для того, чтобы хорошо рассказывать маркетинг план? А что нужно сделать для того, чтобы хорошо говорить о продукции? То, что нужно сделать для того, чтобы хорошо рассказывать маркетинг план? Сколько времени нужно занимать, чтобы рассказать маркетинг план? А, 성공의 8-данге, 6-данге가 후속 조치예요. Из 8-шагов к успеху, 6-е, это управление структурой. Что такое управление структурой? Когда я говорю, давай будем делать это, заниматься бизнесом, тебе говорят, сам занимайся. Поэтому нет такого, что вы должны 2-3 часа рассказывать маркетинг план. Маркетинг план по-английски мы называем STP, show the plan, покажи мне свой план. Это означает, у меня есть вот такой план, ты тоже не хочешь ли взять этот план? Окей? Окей? Когда вам говорят, но, они отказывают АТОМе, не вам, а АТОМе. 그러니까, есть ли смысл обижаться на это? Окей? Окей? 그것만 넘어가면, 하루에도 몇 십 번씩 АТОМ 얘기를 할 수가 있어요. Если только вы это сможете преодолеть, то в день вы можете десяткам людям рассказать маркетинг план. Еще есть так называемый чек-лист АТОМ, это ваш дневной план работы. НЕТТОМ-МАКЕТИНГИ 65-летний год, когда 제일 문제가 뭐냐 하면, 내 партнер, АТОМ-МАКЕТИНГИЕ 얼마나 많은 시간과 열정을 투자했는지 알 수가 없더라 하는 겁니다. На самом деле, в сетевом бизнесе, как бы вы ни говорили, что вы усердно работаете, нет основания, чтобы измерить, действительно ли ваш партнер усердно работает в этом бизнесе. Поэтому мы должны сказать, что если вот эти восемь привычек мы превратим в ежедневные привычки, то любой человек сможет стать успешным. И если вы каждый день будете это делать, то за пятнадцать дней вы достигнете нового ранга. Понятно? Окей. Теперь вы должны понять, вы это все сможете сделать или нет, в эти восемь привычек. Так, первое. Пятнадцать минут читать книгу каждый день. Итак, вы сейчас все будете зарабатывать сто тысяч долларов в месяц. Вы не можете пятнадцать минут уделить на прочтение книги? Окей. Один раз в день смотрим видеоролики. Можете? Участвовать в семинарах. Можно? Просто время надо уделить для этого. Что важно в этом деле? Что мы будем зарабатывать в месяц сто тысяч долларов в месяц. Супердрим? Нет проблем. Если у вас супермечта, нет проблем. Окей? Окей. Четвертое. Это использовать всю продукцию, которая продается на сайте Атоми. На самом деле об этом даже не надо говорить. Правильно? Это должно быть у всех. Вы бесплатно регистрируетесь. Это разве трудно сделать? Вы зарегистрировались. У вас есть свой супермаркет. Вы ходите в другой магазин, покупаете. Это нормально? Мы с вами, наш бизнес заключается не в рассказе, что за продукция продается у нас на сайте. А мы рассказываем о своих чувствах, которые мы получили от использования продукции. Чтобы быстро стать успешным, что нужно делать? Больше использовать продукцию компании. Окей? Окей? И вы ту продукцию, которую вы пользуясь, вы просто передаете это своим клиентам. Вы говорите, я попробовал, мне очень понравилось. Я тебе рекомендую. Это что сделать, так трудно? Окей? Окей? Итак, вы говорите, я хочу зарабатывать 100 тысяч долларов. Ты хочешь зарабатывать 100 тысяч долларов в месяц? Тогда иди за мной. Окей? И каждый день звоните своему спонсору, который вас зарегистрировал в этот бизнес. Не для того, чтобы отчитаться о своих победах. Просто каждый день звоните ему. Как вы пообедали сегодня? Вы хорошо поспали? Это сложно сделать? Или кто? Поспал. А, 마지막으로, 아까, 우리, биллядемир, 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 биллядемир. И когда биллядемир, роял мастер Владимир Хигай выступал, последнее он сказал, не надо критиковать, жаловаться и обвинять. Итак, если только вы не будете критиковать, жаловаться и обвинять, то у вас все получится. И в Корее мы еще к этому добавляем всем улыбаться, всех приветствовать, интересоваться жизнью и просто стать другом. Так, вот из этих восьми перечисленных условий, что вы не можете, что вам не под силу? Есть те пункты, которые вам не под силу? 100 тысяч долларов в месяц, еще передача кода до третьего поколения. Это какой крутой бизнес? А셨죠? Понимаете? Окей? А, 시간이 다 됐다, 그래서. Мамориро 넘어가겠습니다. Сказали, время уже заканчивается, поэтому я завершаю. 한번, 영어로, 큰 소리로, старая, 보세요. Давайте по-английски все повторим. Супер-дрим, ноу-проблем. Биг-дрим, смол-проблем. Биг-дрим, смол-проблем. Никогда не забывайте эти три выражения. Все недоразумения, все споры возникают только потому, что у вас маленькая мечта. Другой роял-мастер сказал, ваша мечта должна удваиваться в два раза. Если у вас будет супер-мечта, у вас не будет проблем. Еще одно важное замечание. Если вы не будете участвовать в семинарах, у вас не будет успеха. No meeting, no success. То, что вы сегодня присутствуете на этом семинаре, вы уже успешные люди. Наш бизнес – это бесконечный уровень, бесконечные начисления, и под нас должны прийти люди, которые будут делать этот бизнес лучше вас. Но как они об этом узнают? Их надо посадить на этот семинар, чтобы они узнали об этом. Когда я начал бизнес с Атем, у меня была одна цель. Это заполнить этот семинар наполовину своими партнерами. И через два года я исполнил свое заветное желание. И после этого я всегда был номер один. Теперь повторяйте тоже. No meeting, no success. No meeting, no success. Пак Хангиль 회장님께서 первое семинар, который провел Пак Хангиль, когда он открыл эту компанию, он провел с 17 человеками, все были неплатежеспособными. А он был самым царем среди неплатежеспособных. За 65 лет истории сетевого бизнеса нету ни одной компании, где были бы живые коды с первого по 17. Из 17 человек, которые присутствовали на первом семинаре компании, 11 человек сейчас действующие лидеры в этой компании. И шесть из них стали империал мастерами. Два краун мастера. Два роял мастера. Один человек – стар мастер. Тогда было всего два продукта. Не было веб-сайта. Каталога не было. Офиса не было. И среди этих людей 11 человек стали успешными. В Казахстане нет каталога. У вас два продукта. У вас веб-сайта нету. Но если вы здесь не станете успешными, это будет чудо. Почему компания стала успешной? Да, сто раз, сто раз буду спрашивать, сто раз вы должны сказать. Нет регистрационных взносов. Почему? Это моя структура. Когда я смотрю на свою структуру, мне больно. С левой стороны, Ли Хе Чжон, это моя сестренка, которая меня хотела отправить в псих больницу. И вот эта женщина стала империал мастером. Посмотрите, от меня до Ли Хе Чжон, 10 человек, что с ними стало? Они сгорели. Я теперь переживаю. Если бы я на них хоть одну жвачку купил, они бы все живы были. Тогда я была не платежеспособной. Честно говоря, я даже об этом не думал. Дальше, Куон Йон Ши и Кроэлл Мастер сегодня он в этом зале. Империал Мастер Ким Гуан Йол Краун Мастер Краун Мастер Смотрите, внизу все умерли. Если кто остался в живых, кто? Краун Мастера. То же самое с правой стороной от Ким Йон Сук Империал Мастера. Если остаешься в живых структуре, это означает, что они бы были бы все Империал Мастерами, Краун Мастера, Ройл Мастерами. Потому что здесь их способности абсолютно никакой роли не играют. Просто нужно было страстное желание стать успешным в атоме. А셨죠? Вам понятно? Вывод. Тот, кто может стать успешным в атоме, это тот, кто не сдается. Все, кто сегодня присутствует в этом зале на Академии Успеха, никогда не сдавайтесь. Я желаю вам всем стать Ройл Мастерами, Краун Мастерами и Империал Мастерами. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...